доброго времени суток сегодня я расскажу про 10 голосовых open source крипто мессенджеров для android расскажу про крипто мессенджеры которые я выбрал из общего множества open source решений ну и почему их сейчас такое неспокойное время да где каждая страна грозится заблокировать тот или иной мессенджер особенно допустим мессенджеры которые уже долго пытались заблокировать telegram ну и мне вышло так что при звонках по telegram уже какие-то возникают проблемки присоединение я думаю что так такое уже происходит у нас критериями обзора ну конечно же я задумался дар что выбрать нужно мессенджер также выбирал мессенджер это по наличии десктоп версии с топ это возможность запускать на ноутбуке или компьютере чтобы не хвататься каждый раз за смартфон слов хост от возможности это когда можно запускать на своих серверах создать свой веб сервер ну какой-нибудь сервер до который он поддерживает этот протокол взаимодействия с мессенджером с генерировать сертификат купить домен и использовать собственный сервер что является полной конфиденциальности в таком случае self hosted приемлемые сведения при регистрации то есть чтоб при при регистрации не требовала какие-то данные допустим как какие-то есть мессенджеры которые требуют что-то такое нежелательное тип шифрования конечно же очень важно чтобы разговор переписка оставалась как минимум конфиденциально до для до посторонних также это минимальная версия android потому что приходится использовать какие-то телефоны которые уже не первой свежести или какие-то телефоны которые остались у родственников на использовать хотя бы такие мессенджеры в случае блокировки полной мессенджера 10 мессенджеров давайте покажу какие именно значит первый мессенджер это telegram x telegram x вот мы зайдем на сайт telegram а допустим сайт открываю приложение и здесь есть страничка посвященная telegram для android telegram x ссылочка где можно скачать конечно же можете скачать его с гугла а можете скачать немножко по-другому в telegram x это облегченная версия telegram и она запускается даже на старинных android устройствах версия 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 4 2 4 2 и выше он реально работает на старинном 4 андроиде где вообще ни один из мессенджеров больше не не установил не устанавливался из современных я имею ввиду голосовых то есть там все прекрасно работает единственный недостаток да если android 4 2 будете ставить использовать его там по-моему нет видеосвязи только голосовая связь хорошего качества дальше есть также схема шифрования если открою схема шифрования публичная информация это мтпротом протокол котором есть различные виды схем преобразования данных таких сообщений на секретный чат написано слово секретный чат я так подозреваю что схема годится только для секретных чатов здесь указано что есть а с и г н крипшин то есть это а с 256 битное шифрование что можно еще увидеть что вот тут данные проходят какие-то преобразования и все выглядит довольно таки криптографически обоснованно я конечно не специалист по криптографии просто выношу свои суждения на из того что вижу получается у telegram а есть доступная версия что очень удобно есть self-hosted self-hosted указано нет тут указано то есть нельзя свой telegram взять и оформить свой telegram ну можно сделать у telegram взять утилиту которая запускает мтпротом и она является как бы прокси сервером случае если проходит блокировка то таким проксиком будет удобно вполне пользоваться в режиме блокированного трафика вот дальше регистрация конечно это телефонный номер имя ну и конечно же просит потом ввести email потому что конечном итоге можно даже телефонный номер менять до телеграме шифрование с android 42 схема шифрования показал скачивать как скачивать давайте покажу как скачивать вот ссылочка есть сразу же на google play сразу же ссылка сайта но можно скачать сразу же непосредственно с любого telegram нужно ввести всего лишь в строке поиска телеграма ввести такие вот символы тг икс нижнее подчеркивание лог это вы перейдете таким образом на канал телеграма который публикует релизы для telegram x вы сможете у любого знакомого попросить скачать себе версию необходимую и все будет прекрасно работать то есть это open source конечно же open source приложение потому что сам telegram сборка указана на сайте как собирать как сделать так чтобы код был соответствовал тому что опубликовано на гитхабе дальше следующий messenger messenger номер два анонима с мессенджер я перейду на сайт анонима с мессенджером есть такой сайта в droid.org и здесь есть страничка анонима с мессенджером конечно же вы в поиске можете всегда его найти здесь вот это такой интересный мессенджер он смотрится реально как анонимный мессенджер из того что можно понять это open source то есть ссылка есть на репозитории source код откроется репозитории причем он сделан не на гитхабе а на собственном домене что очень круто вот здесь указано все что автор хотел указать на поэтому мессенджером из особенностей его он также голосовой он работает полностью через тор то есть посторонний человек просто так вот не может сказать откуда было сообщение и куда она направляется конечно посторонний человек если принадлежит компании каким-то образом компании тор то я думаю такую информацию вполне реально как-то получить да и достоинство этого менеджера является что он петупи то есть не требует серверов при регистрации требует только ник указать ник или имя что хотите происходит криптография 3dh дефисалман 3 triple дефисалман так называется доступен на андроидах 5.0 и десктопной версии он к сожалению не имеет реально я им пользовался попробовал конечно же меня немножко не устраивает качество голосом там применяется очень крутой кодек для голоса я так понимаю сделано это для супер экономии трафика то есть когда вы общаетесь по голосу там можно разобрать что говорит собеседник но голос полностью искажает то есть по сути слышится будто бы робот говорит настолько искажает голос что просто голос роботизированный такой железный голос и ну понятно про что говорится но это за счет этого экономится естественно трафик потому что передача идет по сети тор и в таком случае конечно же трафик замедляется и еще нюанс что анонимов с мессенджер там недостаток что есть только две темы давайте я покажу как он выглядит постараюсь показать на своем смартфоне так анонимов с мессенджер включаю на вызываю и смотрите что вы ничего не видите то есть самого начала при старте анонимов с мессенджера он полностью блокирует съемку с экрана то есть уже анонимность настолько крутая что даже скрин скриншоты нельзя сделать с телефона но этой конечно же является достоинством часы покажу как он выглядит еще более детально так здесь требует никнейм у вас ничего не видно сейчас я введу и в настройках выключу эту возможность так в настройках мне нужно будет сделать change upname даже не upname пароль он признан при регистрации спрашивает пароль и ник и все больше ничего не спрашивает что очень удобно next hold on skip skip сейчас я настройках сделаю change тема дарте малая тема дарте малая тема лаву в ресивен файл с указ блин к сожалению прошу прощения он не позволяет отключить такую опцию то есть снимать с экрана не получилось у меня у него есть большой недостаток то что скажет очень сильно голос но экономит трафик я так понимаю то есть на самом сайте это указано что за счет нового кодека происходит шифрация и экономия трафика он является self-hosted то есть сам по себе мессенджер является сам и сервером своим то есть вы общаетесь полностью без серверов полностью как будто бы вот ваш смартфон это и есть сервер он пи-ту-пи то есть это пи-ту-пи но он проходит через торм настройках есть возможность отключения торм и возможно что он будет будет такая возможность общаться внутри локальной сети я не знаю уточните напишите в коментах то попробовал мне кажется что торм можно отключить потому что естественно если у вас свой своей вайфай сетка допустим там но для соседей соседи какая-то общая вайфай сетка есть случае блокировки интернета то как минимум должны люди каким-то мессенджером быть объединены на и ну не одной возможности конечно же она не most messenger но он там есть своя специфика нужно его тестировать внутри сети следующий будет сэшен это крутой мессенджер на самом деле сэшен это сигнал склонированный сигнал и переработанный немножко как следует из того что написано на сайте сэшен мессенджера он является без серверным и у него n-to-end шифрование мессенджер минимальная метаданные они хранят у себя на серверах и дизайн и ну построен для людей кто хочет абсолютную приватность и свободу для 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 слежки для любой формы слежки сайт сделан круто особенно видос вот этот впечатляет если хотите посмотрите он сайт так и называется get session . org тут есть технические какие-то описания документация из того что я понял почитав на сайте я понял что десктопной версии нету он является self-host а то есть p2p хранятся хранилище используется собственная криптовалюта аксен и такой блокчейн блокчейн это база данных которая доступна публично и ну взаимать как это связанных данных только через криптографию и получается что использует вот такую вот криптовалюту естественно если она криптовалюта то блокчейн сам доступен публично для всех участников рынка ну и поэтому такие мессенджеры можно восстанавливать данные шифрованные ну и забирать данные шифрованные в таком случае сообщение совершенно позволяет общаться голосом голосовой связи есть при регистрации спрошу только не к всем больше ничего из того что я понял про криптографии он использует эллиптические кривые 255 19 это x 255 19 и до еды старинная схема лептических кривых также android 660 используется то есть выше для старинных телефонов он не подойдет ну и 4 мессенджер это simplex simplex это новый мессенджер у него есть прекрасный чат simplex.chat здесь очень подробно все расписано тут даже есть языки какие-то языки да вот тут указано тут есть блог описание описание всего что есть выглядит сайт очень круто смотрится этот мессенджер весьма удобно то есть у него вот есть скрины и можно посмотреть как он и что работает здесь показано что 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 тут показано в общем из того что я понял почитал про него попытался его установить и действительно он в при регистрации спрашивает только ник но ник и пароль дальше он десктопной версии есть для него он self-hosted тоже есть возможность simplex а скачать сервер с их него репозитория процесс шифрования весьма креп крипто стойки на на первый взгляд то электрическая кривая сальса 20 и с все новые все современные алгоритмы схема шифрования единственный недостаток что он доступен на android 8 плюс там даже есть ограничение по моему 8 и 2 и выше то есть для старинных он не подходит это конечно минус что он на старый телефон нельзя его установить этот большой недостаток для меня поэтому можете пользоваться им тут есть даже encryption схема ссылочка вот такая ссылочка здесь есть если подробно тут есть encryption примитивы какие используются то лептические кривые едышки еды такая диффе хеллман очень много крипто библиотека тоже электричные электрические кривые все эту я это хэшик в общем а с gsm а я д криптография ну и x3dh так ну все подробно очень расписано свой репозиторий есть simplexmq simple chat и тут есть очень много всего ссылки на различные свои инструменты дальше пятый мессенджер это трифа трифа это один из современных поддерживаемых мессенджеров для токс протокола здесь открывается fdroid и на нем если введете токс слово в поиске то откроется два массажера а токс и трифа а токс немножко он его под забросили в репозиторию он старинники немножко трифа сам по себе поддерживает протокол токс здесь можно про почитать про него вот тут есть сайт у них свой сайт на котором они что-то пишут да ток ток описание самого протокола токс и какие клиенты какие возможности поддерживаются даже под голом код тут есть библиотечки но они немножко заброшены тоже в общем под каждый язык это такой протокол который разрабатывается сообществом программистов и мы есть критика этого протокола гикипедии описано что какой-то вот криптограф попытался предъявить претензии что такая схема шифрования является неустойчивой но к сожалению он предъявил просто что что вот есть какая-то неустойчивость в схеме шифрования но не предъявил доказательства взлома такого шифрования поэтому немножко такие вот закидоны вот любителей покритиковать должны быть рассматриваться в практичной плоскости не было взлома не было то что критиковать схема шифрования вот что-то ему по наш не подошло в коде шифрования почему-то это все было воспринято просто как критика ну как мы видим он разжена развивается сам 3 трефа вот такой мессенджер он выглядит весьма просто сейчас попробую продемонстрировать как он выглядит у меня на смартфоне так сразу же вот спрашивает видите пароль на самом деле трифа он также скрывает скрывает возможность съемки с экрана но я такую возможность в менюшке отключил пароль для съемки видео естественно водил какой-то пароль который должен подойти по идее подошел так что здесь есть здесь есть такой мультяшный интерфейс немножко он старинные но он работает здесь есть сеттингс дженерал и и есть возможность конечно же отключить съемки с экрана здесь очень много настроек на самом деле просто тут настройки на любой вкус и по качеству звука качество аудио мне кажется в в этом клиенте трифа на самом деле больше настроек чем каком-либо мессенджере который я видел тут достаточно просто добавляется клиент можно как бы вписывать сюда токс айди либо сканировать корр код да допустим ну корр код уже сканировать сразу же самого токс клиента ну мессенджер мне понравился скажем так что у него на самом деле доступная версия есть их очень много версии вот на том сайте перечислены версии которые поддерживают сам протокол токс токс это схема шифрования для мессенджера токс доступная версия слов хост с то есть он на самом на сайте как расписаны свои сервера которые для токс клиентов подходят при регистрации спрашивают только ник шифрование весьма нехилая такой же как современных на сальса 20 поле 1305 ну как здесь до сальса сэшен указано что android 50 тоже небольшой небольшой такой недостаток потому что допустим если 4 весь версия android у кого-то то он не подойдет вот три файл называется потому что рейн племент от какой-то там в общем токс реинфорс в общем реинкарнация токс клиента как-то так переводится массажер 6 элемент может быть вы слышали такой сеть матрикс на самом деле тут какой-то магии или какой-то матрикс это супер-пупер чего-то нету есть такой сайт matrix.org сам сайт допустим я в виду matrix.org это всего лишь описание протокола для современных мессенджеров тут указаны также как и в токс указаны какие клиенты могут его поддерживать что указано что мы open-source прямо так вот мы open-source прям утверждают люди что они open-source почему-то хотя на всех сайтах понятно что если указанный github то дальше что есть сам по себе matrix это всего лишь сведены вместе правила короче это стандарты для современных мессенджеров есть такой старинный стандарт xmpp в начале нулевых годов его активно использовали мессенджеры для даже везде в организациях работала я работал допустим и такие мессенджеры были так же самым сейчас сделали на замену того старинного протокола сделали протокол матрикс там ничего такого сверх какого-то шифрования ничего нету тут нет даже какой-то приватности то есть нет такого же допустим как сделано круто в первом вот этом вот она не мессенджеры то есть через тору он не идет есть конечно там какие-то модификации когда полностью приватность когда не может сервер понять откуда пришло сообщение ну matrix это простой протокол достаточно простой понятно описанный на английском языке у него расписано как делать rest rest запросы сервером какие нужны параметры и все такое где это в общем элемент сам элемент элемент это мессенджер он который поддерживает matrix протокол мессенджеров всех и он является самым развитым из всех серверов которые поддерживают matrix я потратил достаточно много времени на изучение matrix поначалу даже восторгался что вот matrix новый протокол но там есть небольшой нюанс десктопной версии есть их много смотрите десктоп так десктоп десктопных клиентов много self hosted есть возможность self hosted делать то есть скачивать open source клиенты сервера и клиенты дал и настраивать их под свой сервер то есть таком случае matrix будет приватным мое мнение то что есть сейчас это то что нужно при регистрации указывать свои данные свои данные в том числе мне показалось что там слишком много данных нужно указывать я тут привел пример что это email к сожалению там не только мл и там когда будете регистрироваться посмотрите поставьте такой элемент matrix это его пытаются очень сильно раскрутить на самом деле вот эти вот сеть matrix на почему-то очень много организации open source комьюнити даже есть свои matrix чаты на так называемые до разработчиков в общем-то сделан такой протокол сделан у него шифрация происходит на самом деле это x 255 19 телептической игривые он работает на android 5 плюс и выше то есть на старинном клиенте он я не смог настроить не найти ни одного клиента который бы поддерживал на старинном сам клиент знаю покажу или нет ну вот смотрите как выглядит сам клиент для matrix так matrix мне нужно элементу называется и элемент элемент его скачал установил но еще не регистрировался и смотрите что при регистрации как вы видите самого начала у него нет по умолчанию скриншотов возможность скриншотов я не знаю это должно как бы сразу настораживать потому что все остальные мессенджеры у них сразу сходу включалась блокировка скриншотов это конечно меня для записи видео немножко раздражало конечно же потому что не все мессенджеры позволяют отключать такую штуку ну тут позволяет тут все открыто тут регистрация есть допустим кредит аккаунт сразу спрашивают несколько моделей как бы регистрации взаимодействия с серверами ну на matrix.org это friends and family teams и комьюнити допустим допустим я френдс фэмили сообщение с сейчас я немножко разделяю разрешу элемент да он сходу спрашивает что есть такой доступ к matrix.org и спрашивает принять от него сертификат или нет ну допустим я нажму trusted сразу же смотрите что он сразу же спрашивает создать аккаунт на каком сервере то есть если у вас будет собственный сервер который можно запустить теоретически да для matrix matrix протокола запустить свой сервер и указать его здесь есть кнопочка edit пожалуйста указывайте дальше я допустим вернусь требует ввести юзернейм пароль ну как обычно во все другие сервера дальше допустим в виду там какой-то юзернейм какой-то пароль рифа next и следующее что сразу же сходу бросается глаза на это введите email я сначала не понял что это такое ну видите как здесь требует email и еще здесь есть здесь есть конечно же соглашение о конфиденциальности на самом деле matrix.org это достаточно живой сайт допустим я зайду до на него matrix.org matrix.org и конечно же можно здесь узнать кому он принадлежит кому вы будете данные в таком случае кому будут данные передаваться да здесь есть контакт легал это вещи те которые вы должны обращать внимание конечно же на приватных мессенджерах здесь есть что это foundation что вот какие-то контакты электронных почт отданы есть какой-то офис все социалки в общем-то все что нужно да и слегал и слегал и слегал law enforcement guidelines то есть правовые ограничения и я так подозреваю что тут правовые ограничения расписаны вполне грамотно тут есть копирайт на тайс куда в кондук то есть тут просто он настолько запакован правовыми вещами что ну что есть вопросы а можно ли вообще клонировать является ли этот код полностью свободный под какой лицензии да все это есть допустим есть какие-то репозитории обычно их очень много это самое большое количество репозиторию которые я видел на приватных каких-то мессенджеров то есть над ним работают людям чем работают вот так вот дальше что еще есть следующий мессенджер 7 это conversation так называемый протокол xmpp это протокол здесь конечно же сайт свой и смотрите кому принадлежит сайт сайтик достаточно простой из такой не сказал мы что он модный в общем тут есть партнеры указаны донейшины банковские реквизиты ссылочка на google play и смотрите в чем дело сам мессенджер вот этот conversation он является open source то есть ссылочки на репозиторий здесь можно скачать это все и если вы нажмете кнопочку купить на google play то такая покупка вот лично у меня все нажму купить на google play то google play попросит денежек это будет стоить сто пятьдесят четыре гривны но если зайти на f droid . org то есть на сайте на котором android приложение open source на и ввести здесь conversation conversation конверсатион конверсатион он будет бесплатный сейчас нужно найти вот здесь в общем на второй страничке вот он зелененький приятный логотип такой этот мессенджер вот здесь все расписано также все сказано что он эти скрины это реально получается вот такие скрины это реальные скрины у меня он установлен мне он нравится я его выбрал как основной мессенджер смотрите из-за чего тут есть ссылочка вот смотрите здесь вы берете и скачиваете себе на телефон и при установке он будет полностью бесплатный вот если загрузить ну и также можете зайти на сайт на source код и также в самом source коде скачать а пока шки по реквесты есть последние сборки что он поддерживает вот здесь написано что поддерживает шифрование end-to-end encryption омема схема и open gp ну конечно же прежде всего мне понравилось что он даже поддерживает даже пиджип их вот то есть криптография на самом высоком уровне по моему мнению вот что здесь есть здесь есть классные звонки голосовые по качеству звука он похож на на сейчас как этот мессенджер называется тоже зелененький такой самых популярных напишите какой это какой мессенджер я имею в виду зелененький конечно же ватсап он похож по качеству звука на ватсап процесс соединения при звонке допустим если у нас в какие-то моменты я не могу дозвониться по телеграмму то мне приходится и пришлось уже на установить мессенджер conversation по которому дозванивается все очень быстро звук приятные и все круто вот он позволяет делать видео звонки при регистрации спрашивает ник логин пароль поддерживаем шифрование android 5 5 плюс self-hosted yes то есть можно найти клиенты серверов то есть не клиенты а сами сервера которые вы можете установить для себя использовать их внутри своей сети либо организации либо просто дачного пощелка на своими полностью сервером и криптографии до соседей доступные альтернативы очень много то есть можно подключить плагин и пользоваться даже голосовой связи в линукс что еще из того что еще вот эта схема xmpp есть такой мессенджер называется астромессенджер астрочат в общем называется он что это за чат смотрим кто пользуется таким вот мессенджером астрочат что это такое это вот с различные спец спец вещи какие-то да тут указано что вот это альтернатива ватсап и что я хочу сказать что этот астрочат использует протокол xmpp то есть такой же самый протокол как и conversation но при том conversation если скачивать через магазин приложение он будет стоить денег если скачивать вас с open source репозитория в то он будет бесплатный далее мессенджер восьмой это так называемый машин герр то есть он работает от айпишника до айпишника у него есть свой сайт 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 у них нет своего сайта у него есть только свои репозитории он хорошо работает достаточно хорошо я его использовал он поддерживает даже у него есть такое преимущество конечно что он поддерживает даже android 4 4 версия то есть совсем старинные телефоны могут его использовать у него весьма крутая криптография это x-альса 20 даже x-альса видите не просто сальса ну лептические кривые при регистрации он спрашивает только ник он является self-hosted то есть у вас мессенджер когда вы установите его на телефоне он является самый сервером то есть данные вообще никому не передаются только вашему собеседнику но тут есть свой нюанс это большой недостаток мессенджера этого как по мне он позволяет легко обмениваться контактами на допустим по qr-коду ну современная так же как и conversation трифа тоже qr-код требует simplex qr-код требует session qr-код ну telegram x конечно же также как и современные всем по qr-коду можно подключать своих там родственников или кого-то из друзей но но есть недостаток что он не работает в городских городских условиях то есть у каждого дома обычно у многих на дома есть wi-fi роутер если такой клиент будет за wi-fi роутером то все машингер не будет связи потому что нет возможности входящему трафику попасть за пределы роутера потому что все роутеры wi-fi они блокируют по умолчанию все попытки подключиться к сети домашней вот такой недостаток а так этот мессенджер развивается он удобный можно сказать даже у него приятный интерфейс красненького цвета выглядит весьма выглядит именно так как вот здесь показано на картинках это реальные скрины и обмениваться вот такой код генерируется а другой человек с другого машингера сканирует этот код и как бы два контакта уже установили связь вот видите у него поддерживает андроид 44 и все это активно развивается на сегодняшний момент далее мы сажим 9 джитси дальше все мессажи далее будут промышленного уровня джитси это клиент для видеоконференцсвязи это как бы готовый open-source клиент он работает на андроидах 7 7 и выше версия у него есть шифрование ртп протоколов в видеосвязи да это zrtp и wss это веб сокета секьюрная при регистрации он также требует ник он является self-hosted то есть на сайте джитси вот если мы можем открыть страничку джитси так называемый сервер джигасе есть это сервер который можете настроить для себя и использовать его для подключения своих клиентов которые будут джитси использовать дальше сам сайт джитси выглядит джитси мид называется это весьма развитые ресурс в общем для для видеоконференции есть несколько проектов видео бриджи даже есть видите тут все круто джитси десктоп есть то есть доступная версия есть open-source то есть тоже здесь есть джитси вот давайте посмотрим сколько тут 162 репозитория до такого развитого проекта тоже много дальше доступная версия есть есть self-hosted есть есть то есть можете настроить для себя и видео бриджи и сам сервер джигасе джитси джигасе как-то он называется вообще регистрация ник encryption такой android 7.0 десятый мессенджер по моему мнению является самым таким знаменитым он написан на го так же какие джитси сервера написано на го смотрите это сайт в котором есть видите как репозитория очень много и вот этот вот мотор мост разрабатывается для очень серьезных людей скажем так для очень серьезных корпораций как мы видим это вот такие вот кастомеры это есть носа есть крупные поисковики fastly bosch в общем это мессенджер корпоративного уровня он open source на самом сайте мотор мост есть очень крутая документация понятная прям любому вот вы даже не будете знать программирование как в linux что-то там делать да но тут понятно все настолько расписано как свой сервер поднять как базу данных свои поднять именно чтобы использовать мотор мост мне очень понравилось я бы допустим если бы была такая необходимость допустим сейчас есть удален когда возможность удаленки то делал бы полностью удаленку именно используя мотор мост клиенты мобильные клиенты и сервера все это очень круто сделано тут все расписано конечно же из прайсинг для ленивых ну и возможность конечно же все это скачать все это написано ногу любой может увидеть репозиторий посмотреть что и как устроено причем мотор мост не реклама радио они делают еще какие-то интересные штуки тоже open source такие штуки вот давайте покажу что именно имею ввиду ну допустим я захожу на гитхаб их не здесь мы видим если стоп версия есть focal борт мотор мост мобайл focal борт что это такое это тоже можете запустить для себя сервер вот таких вот досок ну как видно до досок управления задачами что очень круто я пробовал работал отлично все работает здесь подробная инструкция как что запустить какие плагины что нужно поэтому смотрите что десктоп есть есть мотор мост self-hosted есть даже для больших коммерческих организаций они на этом собственно зарабатывать денежку если кто ленивый можно покупать у них некие вещи подписки ник требуется email ну то есть все культурно на солидно криптография в сс ну это то что веб соки ты конечно же они секьюрные да по секьюрному протоколу ссср то есть не нужно ничего дополнительно что-то там шифровать и дозер тп схемы делать если у вас сертификатный поднят tcp соединения с сервером то этого вполне достаточно для того чтобы не прослушивали на голосовой трафик по вас веб соки там секьюрным он доступен на android 7 0 и выше так вот надеюсь объяснил что-то объяснил вполне понятно поэтому ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите в коментах что необходимо вам было бы прояснить про то что рассказываю чтобы вам хотелось бы услышать от меня спасибо за просмотр и до новых встреч